Добро пожаловать, братики! Если не хочешь, чтобы тебе ММК не сделала, смотри это видео в наушниках. Всем привет, братья и сестры! Здарова, Отец! На связи, Отец Евген! Добро пожаловать на очередное видео по Free Fire! Ура, ура! Сутка, до сих пор не могу определиться, какой из них круче! Но, жопка сузилась вот до таких вот размеров. Ни о чём не просила, лишь никогда в жизни не прошу. Вот так вам, блядь, горит. Если честно, чё там, блядь, исподел, блядь. Я зажал и... Я надеюсь, тут, блядь, того стоишь. Наверняка, ты в курсе, что разработчики в очередной раз добавили олдовские вещи в игру. Они охуели! Они охуели! Охуели! Я не знаю, сколько раз сказать надо слово охуели, чтобы вы поняли, что они охуели. Олды сейчас где-то плачут в сторонке. На этот раз это вот такие вот замечательные скины. АК Гнев Единорога. Которые в этом видеоролике, как ты уже мог догадаться, мы будем с тобой выбивать и тестировать. Ну а перед тем, как мы начнём, обязательно поставь мне лайкусик и подпишись на канал, если до сих пор не подписан. Ебай! И погнали! Если говорить на чистоту, то я вообще не припомню, когда в Free Fire в последний раз было сразу же два инкубатора. Если ты такой момент помнишь, обязательно напиши об этом в комментарии. Я играю в игру три года, и я не помню, чтобы одновременно два инкубатора у нас с вами было. Но в этот раз, конечно, разработчики расщедрились. Расщедрились и сделали сразу два инкубатора. Только ради того, чтобы иметь с нас баблишко. Главный скин Гнев Единорога. Золотой век выглядит вот так вот. Вот такой вот сексуальный, охренительный, красивый, просто чокгузель скин. Чокгузель это по-турецки заебись, если ты вдруг забыл. Но в этом ролике мы будем с тобой выбивать не его. Как и в прошлый раз, когда мы с тобой выбивали дробовики, в своей группе ВКонтакте я провел голосование. Если что, ссылочка на мою группу есть в описании. Спускайся туда, подписывайся. Там у меня мемасики, конкурсы, опросы, новости. Короче, там охрененно. Подписывайся, ссылочка внизу, и будь в отцовском обществе. Группа вот такая вот. В этот раз я не стал включать в голосование сразу все дробовики, а выбрал только те, которым лично у меня есть симпатия. Еще раз повторите, что ты сказал? Симпатия. Симпатия. Ты без ножа сейчас за меня застрелил, брат. Без ножа застрелил. С автоматом ведь можно испытывать симпатию, правильно? Каравадул где мой, пацаны, Каравадул. Я выбрал самый финальный скин, который мы только что посмотрели, Золотой век и Лава. Как по мне, это два самых топовых скина в этом инкубаторе, за которые стоит отдать поближкам. Как вы можете видеть, голоса распределились следующим образом. Почти тысяча человек проголосовали за Лаву. И еще 500 за Золотой век. Вы знаете, что я уважительно отношусь ко всем своим подписчикам. Поэтому, именно благодаря вот этому вот голосованию, сегодня я буду выбивать Лаву. Это второй по дороговизне автомат в сегодняшнем инкубаторе. Я не хочу сказать, что Золотой век говно, но просто я решил спросить меня у своих подписчиков, и они выбрали Лаву, поэтому буду в этом видеоролике выбивать Лаву. Вот так вот, все очень просто. На самом деле, не знаю, может быть и Золотой век выбей, потому что... Сука, до сих пор не могу определиться, какой из них круче. Напиши в комментариях, кстати, как считаешь, Золотой век или Лава круче? Вот так вот выглядит у нас Лава. Прям сексуальный, я бы сказал, скин. Один из моих подписчиков в комментариях к опросу написал очень хорошую мысль. Если тебе нужен скин для коллекции, то выбивай Золотой век. Потому что он реально выглядит намного круче, чем Лава. А если ты хочешь выбивать автомат для игры, то выбивай Лаву. Ну и давайте, пользуясь случаем, посмотрим остальные три, на которые мы сегодня кладем вот такой вот огромный болт и не трогай. Вот такой вот у нас есть лиловый, фиолетовый скинок, ледовый, лед голубенький. Перезарядка плюс два, урон плюс один, минус точность. Сразу видно говно. Точность в королевских битвах это самое, прям самое, самое, самое почти крутое. Но может быть не самое, но крутое. И точность она важна. Если ты будешь стрелять не точно, ты стреляешь в башку, попадаешь в яйца. И короче, это не норм. Если ты не точно и автомат у тебя косует, у него вот так вот, а не вот так вот, это плохо. Я уверен, ты нихуя не понял, что я сейчас сказал. Не обращай внимание, у меня просто хорош настроение сегодня. Потому что разоблачение идет полным ходом. И мне нравится, что из этого получается. С-Кюб готов свою попку. И последний, самый дешевый, самый гандовый, я так скажу. А как гнев единорога просто? Просто гнев единорога без скобочек. Ну что, это какой-то цвет говна что ли, коричневый какой-то непонятный. Ну, отстой короче. У нас остаются самые топовые. Лава и золотой век. Урон плюс два, точность плюс один. Это прям, это прям имба. Да, у Лавы, смотрите, плюс два скорострельность, плюс один патроны. Хм, скорострельность это тоже круто. Так как я зажимщик, мне не сытно в этом признаться. Я зажал, и чем больше я зажимаю, тем больше патронов летит моего врага. И вот поэтому я сейчас думаю, если я, Евген зажимщик, буду играть с этой пушкой, я буду разъебывать ебальник и буду здоров. Поэтому все-таки, ну и плюс мои подписчики так решили, я буду выбивать сегодня Лаву. Давайте сделаем это. Ай, бля, если бы я тогда только знал, чем все это закончится. Итак, у меня на счету почти 1600 алмазов. Я не знаю, останутся ли мои алмазики сейчас на месте, или я все проебу. Но если я проебу, я задоначу еще, потому что я не остановлюсь. Если отец Евген начал, он идет исключительно до конца. Если мне сейчас по какой-то причине 1600 алмазов не хватит, я задоначу еще. Или не задоначу, потому что что-то дороговато, блядь, выйдет этот автомат мне нахуй. Я его как обычно выбью и играть с ним не буду. Гарри на нахуй. Если, блядь, вы сейчас сделаете точно так же, как сделали со скином опытного взломщика, я клянусь, блядь, я... Я уйду, блядь, в папку. Пожалуйста. Отличный шанс. Удачи. Лайк. Больше не показывать. Окей. Это не то, что я хотел. Давай сразу пять. Это тоже не то, что я хотел. Начало хреновое. И не сулит ничего хорошего. Говорят, как инкубатор крутить начнешь, так его и докрутишь. Надеюсь, эта пословица сейчас не будет работать. Еще раз. И вот просто знаете, что я сейчас хочу сказать? Я на стриме своем совсем недавно уже пробовал крутить эту хуйню. Но с этим уже херовенько у нас. В пизду. В пизду мне. Не-не-не. Не сегодня. И тогда я слил, по-моему, 800 Амазы. Ладно, еще одна попытка. Бля, если честно, че там, блядь, в спатье, блядь. Хорошо, камень эволюция есть, супер. Идем дальше. Нам-нам-нам-нам. Гарена. Вы там че, блядь, охуели? Полторы тысячи алмазов просто... Пух. И нету, блядь. Все настроение, сука, испортили. Хорош. Все, у меня осталось 30 алмазов. Больше алмазов нет. Идем донатить. Ой, господи, блядь. Я занадил еще тысячу алмазов. И я надеюсь, это, блядь, того стоит. Это было очень быстро. Так, у нас есть пять камней. Нам пять и нужно, напомню. И нужно еще два, сука, чертежа, блядь. Пожалуйста, дайте мне два гребаных чертежа. Хуй себе. Еще минус косарь алмазов. Пиздец. Боже, да хуя времени. В смысле, блядь, не удалось? Алло. Вы деньги с карты списали? В смысле не удалось? Ёбаный проклятый видос. У меня тут сейчас пердак заполыхает синим пламенем. Не дай бог ты мне лайк, блядь, не поставишь. Ты смотри, чё? Гарена меня наебала на 600 рублей. Впервые в жизни за три года. Мне удалось купить. Попробуйте еще раз. В смысле? Я, блядь, испугался, пацаны. Все норм, Гарена, сорян. А сердечко-то бам-бам-бам. Ладно, еще одна попытка. Мне нужно еще два гребаных чертежа. Два гребаных чертежа дайте мне. Мне не нужен камень. Мне нужны два чертежа, пожалуйста. Я прошу вас, два... Блядь, ну вы издеваетесь надо мной, что ли? Спасибо. Еще один. Еще один нужен. Умоляю. Пожалуйста. У меня осталось две попытки. Я не хочу донатить больше. Пожалуйста. Боги Гарена. Боги всех батл-роялях мира. Блядь, бог Free Fire. Иисус. Хоть кто, кто угодно. Пожалуйста. У меня две попытки всего лишь. Всего лишь два раза. Пожалуйста. За эти два раза. Один чертеж. И все. Больше ничего не прошу. Никогда не просил и больше не попрошу. Только выполни для меня, пожалуйста, это. Let's go. Хуй тебе. Гнита, блядь. Официально, блядь, сука. Это самый днищный. Самый ебищный. Самый ебищный, блядь, инкубатор, блядь, в этой игре. У меня сейчас 11 вечера, блядь, соседи спят. Блядь, я не могу заорать, но так, сука, хочется. Донатим снова. Но в этот раз я буду умнее, блядь, и заначу поменьше. И опять платеж обрабатывается, хуй пойми, сколько времени. У меня такое чувство, пацаны, что Гарена меня просто хочет наебать. Второй раз за 10 минут. А, все, пришли. Все норм. Но жопка сузилась вот до таких вот размеров. От страха. Ладно, еще одна попытка. Давай. Наконец-то. Вот так вам, блядь, Гарена. Заходим, нахуй, в ебаный инкубатор. Ну, сука, блядь, лава, нахуй. Я надеюсь, тут, блядь, того стоишь. Сколько если? Я сейчас посчитаю. 700 алмазов на стриме. Примерно 800. 1600 алмазов в начале. Потом 1000 еще. 1000 еще. И сейчас 300. Ой, да сколько я потратил? Две 300, три, четыре, пять тысяч алмазов. Гулу стори, братишка, блядь, земля тебе пухом. Вот на эту хуйню. Самый дорогой, блядь, скин в моей коллекции. Скин, с которым я по-любому ходить не буду. Но на который я только что въебал 3000 рублей. Вот так вот новый скин выглядит у нас в обе. Смотрите, вот такой вот красненький, интересный, прикольненький. Красивенький и дорогой. Давайте, я думаю, его сразу же сейчас затестим. Посмотрим, на что я слил столько бабок. Блядь, я сидел, смотрел Бумажный дом, сука. Я сейчас на четвертом сезоне, шестая серия. Сидел и думал, а стоит ли мне снимать этот видос? Наверное, не стоит. Так лень, так неохота. Вот надо было, блядь, послушать грёбанную интуицию, и богаче бы был. Всё ради топового контента. А у Евгена самый топовый контент. Поэтому въеби мне лайк. Так, чё? Всё, он у меня, да? Погнали. Ну чё ты, слушай, он не такой уже скорострельный-то. Чё-то какая-то хуйня, по-моему. Но честно, я думал, что это будет намного... как-то что-ли быстрее, блин. Он стреляет как обычный калаш, честно, я разницы вообще не вижу. Вроде скорострельность повысили, но это не ощущается. Чисто обычный калаш, я разницы вообще не вижу. Ну, в общем, как-то так, друзья. Давайте подводить итоги. Мы с вами слили только что 3000 рублей вот на этот вот скин. А как у вас единорога лава? Напишите в комментариях, как вы считаете, стоит оно того или нет. Я думаю, что... Нет. Вот эта вот хуйня, этих денег абсолютно не стоит. 5000 алмазов я только что слил вот на это вот. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Ставьте лайкусик мне. И моему горящему пердаку. Я надеюсь, что хотя бы лайк от вас-то я заслужил, ё-моё. Поставьте по-братски. Ну или дизлайк. Мне без разницы, может видосу вам не понравилось. Или я вас бешу. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. С вами был... Отец Евген, aka Горящий пердак, проплавил мой стул. Пойду сейчас делать на нём яичницу. Сука. Я ведь, блять, по-любому не буду с этим АК ходить. Вот нахуя? Вот сидел бы себе, смотрел Бумажный дом и не выёбался. Но нет же, надо было снять видос для своих подписчиков, грёбаный свет. Субтитры сделал DimaTorzok